ну что ребята у нас уже другой вечер и у нас сегодня будут блины хоть масленица и прошла но у нас не было времени честно сказать для этого но появилась сегодня понедельник и у нас будет заведовать этим саша я буду делать нам другое блюдо саша будет печь блины они у него очень хорошо получается у нас вообще очень способен как вы поняли это наши топинги ребята голубика малина сгущенка одни блинчики нас будут сладкие и да здесь у нас красная рыба красной икры нет не покупали сожалению здесь у нас слива с косточкой мы будем косточки сейчас отделять и здесь у нас вот такого творожок процесс уже подходит концу саша напек столько много блинов маслечком очень вкусно у нас здесь здесь у нас ничего уже нет доброе утро ребята как вы поняли нам привезли деревья нас и вообще сейчас мы попытаемся каким-то образом саша затащить их домой здесь кстати кому-то тоже что-то доставляют двери какие-то окна в общем непонятная ситуация и мы в общем мы здесь вместе по моему это наш сосед в общем да сейчас мы и нам помогли сюда и донести сейчас надо будет как-то нам саша вдвоем попытаться затащить их в лифт благо у горшков есть ручки ну это смотрится приблизительно так кто интересовался друзья это дерево называется кумкват это что-то наподобие китайского мандарина оно пахнет очень приятно цитрусовыми мы не планируем держать друзья эти деревья дома в квартире я вам наверное расскажу немножечко что какую нам информацию передали по уходу потом нам надо будет с вами еще чуть позже наверное нам нам будет с вами съездить купить поддоны чтобы поливать водичка что-то выходило нам нужны такие поддоны и да и нам на террасу нужны как вы поняли видите у нас подушки это с того комплекта который мы купили потому что сейчас немножко похолодало сейчас ночью доходит до нуля градусов потому мы немножечко все прибрали на террасе и нам необходимо будет тоже заказать знаете в Леруа есть такие накидки когда снег я не знаю снега здесь нет дождь не погода чтобы мебель накрывать чтобы не затаскивать постоянно подушки еще что-то и плюс нам похожие накидки нужны будут на эти деревья потому что они вот так в открытом состоянии могут находиться только при температуре от двух градусов и выше они могут стоять на террасе когда температура опускается от двух градусов тепла и ниже их необходимо накрывать в общем специальным полиэтиленом ну вообще если у кого есть советы то пожалуйста дайте знать в комментариях кто специалист кто разбирается знает как ухаживать нам сказали что эти деревья не нужно пересаживать ближайший год они растут медленно этим деревьям по 7 лет и вот так вот они уже выросли за 7 лет ближайший год пересаживать их не нужно необходимо будет купить на итальянском называется нутриенти это значит удобрение на русский удобрение мы тоже съездим купим мы кстати немножко растерялись тогда и забыли их заказать на выставке когда мы были у меня есть влог кстати смотрите его обязательно добавлю подсказку там были такие знаете гранулы специальные которые ты сыпешь сюда сверху потом поливаешь и в общем эти удобрения через воду заходят в землю мы забыли купить потому нам придется съездить купить их в общем здесь уже в нашем городе нью-милане виджевана ребята всем снова здравствуйте мы сейчас в икеа приехали как вы видите мы в отделе штор мы решили купить себе что во все комнаты во все три комнаты как вы поняли мы до этого их покупали в зал на принципе понравилось как это выглядит и потому да мы приехали за двумя багетами и не за двумя комплектами штор вот он наш вариант как вы помните такие вот шторы из катона хлопок с полосками стоит один комплект вот они лэнда 35 евро нам необходимо взять два таких комплекта сейчас и поищем еще два багета а насчет багетов тут есть два варианта есть такие вот потоньше и немного потолще поплотнее скажем так мы берем вот этот вот первый вариант и здесь в окей знаете интересно все комплектующие отдельно здесь отдельно сам багет отдельно на него есть вот эти вот штуки знаете на которые это все крепится вот это вот система да отдельно вот такие вот насадки боковины да вот они то есть ты должен как конструктор все это дело собирать мы взяли вот такие короткие у нас потому что два окна в кабинете и в нашей спальне метр сорок еще нам необходимо вообще под закупиться посуда нас кое-какая есть но нам многого не хватает и вот мы думаем или здесь или конечно же в зарахом или велерой бог в общем будем из разных магазинов все это дело покупать выбирать плюс ребята да одна есть интересная новость у нас же будет новоселья для наших друзей мы пригласили всех на 12 марта это будет воскресенье вот так что должно быть весело потому нам необходимо посуда он будет у нас будет такое знаете аперитив тире новоселья и какой-то ужин там или обед вот легкие закуски вино так что я думаю мы классно посидим я вас но вы со всеми уже знакомые все моих вам появлялись если нет то познакомитесь еще раз мы снова с вами оказываемся в отделе растений потому что я хочу еще озеленить нашу сашей спальню но знаете что мы идем на выставку в эту субботу через два дня мы были на тоже виллу вилла неки но там будет проходить мы тогда с вами купили там два дерева ребята если вы помните да и два дерева кумквата это цитрусовый я хочу какое-то вот комнатное растение нам спальню возможно мы идем на выставку до в субботу но там уже будет выставка не для цитрусовых выставка для обычных растений цветов комнатных будут рассказывать как за ними ухаживать и возможно мы что-то прикупим там потому я не буду спешить икея всегда стоит на месте сюда всегда можно приехать и выбрать себе что-то ну вот красивый да цветок но он маленький мне нужно что-то более более какое-то большое растение тоже красивая но не маленькие в общем да сходим в субботу на это мероприятие на эту экспозицию снова на виллу и возможно что-то выберем там если нет то тогда вернемся снова в икеа друзья вот и наступил этот момент наконец-таки мы с вами займемся этими чудными двумя деревьями и мы это сделаем сейчас почему потому что во первых мы купили два удобрения первое удобрение это для цитрусовых она стоила 12 евро сейчас я прочитаю разберусь как им пользоваться и сколько его необходимо насыпать и второе удобрение это для наших комнатных растений внутри one это тоже но уже в жидком виде это в виде гранул это в жидком виде удобрения для наших комнатных растений вот так что давайте поработаем немножко агрономами еще кстати девчонки мальчишки в леруа саша мы купили вот такую брызгалку необходимо собрать вот эти вот все ненужные этикетки наполним ее водой и необходимо будет побрызгать все листики наших растений это очень важно нам сказали что это необходимо обязательно делать кроме того что удобрять поливать ну вот еще и обрызгивать все ребята мы купили два таких поддона в леруа потому что эти деревья шли только в горшках без поддона что нам пришлось докупить два таких поддона они диаметром если я не ошибаюсь 50 сантиметров мы до этого взяли вот такие вот они по моему 40 сантиметров они оказались маленькие и по цвету они кстати тоже не подходили потому хорошо что мы взяли те которые побольше они нам подходят идеально и по цвету тоже классно ну что будем решать где ставить деревья сейчас с вами вот это хороший вопрос возможно одно дерево поставим здесь перенесем сейчас стол одно дерево возможно поставим здесь а второе здесь мы саша обсуждаем в общем одно здесь пока и одно здесь но просто здесь под вопросом где же стол понимаешь ты не сможешь так сидеть людям нужно нам с тобой ну ладно давай поставим это первое дерево пока в этот угол и дальше посмотрим ну ну Субтитры сделал DimaTorzok Ну, в общем, мы сейчас потягали эти горшки, они тяжеленные, реально, конечно, можно надорваться, ну, в общем, пока будет так, это не конечный вариант, мы еще будем смотреть, думать, как нам, возможно, удобнее будет процесс использования тоже. Одно дерево здесь, кумкваты наши, одно дерево здесь, давайте с другого ракурса подсниму, вот так вот более видно, потому что не против света снимаю. В общем, один кумкват здесь, здесь наши два кресла, кстати, мы сейчас их протрем, протрем стол, потому что здесь на террасе все пылится, это открытый воздух, и потому необходимо протирать и положим подушки. Ну, как-то так, тут у нас такой уголок, знаете, два мусорных бака для металла, для пластики, такая вот щетка у нас с совочком, и здесь наш второй подопечный, второй кумкват. Как-то так, друзья, вот мы поставили наш столик, и наши два кресла, в общем, в процессе будем понимать, как удобно, возможно, еще переставим, есть вариант, еще можно вот здесь поставить, третье дерево потом, знаете, такая многодетная семья, три дерева, потом можешь поддаваться на материнский капитал, да, в общем, одно, второе, но если что, есть местечко для третьего подопечного. Кстати, мы с Сашей ездили, когда в Леруа, не знаю, показывал или нет, мы купили вот эту бамбуковую палку, потому что одно из деревьев было укреплено, вот это вот, которое побольше, оно было укреплено этой палкой, подперто, знаете, потому что здесь много этих фруктов, кстати, их необходимо срывать, здесь вот новые образуются, да, и эту, а это дерево было без этой палки, без опоры, и мы это сделали сами. Так, друзья, сейчас мы с вами будем смотреть, как работает этот пульверизатор, первый я буду использовать, я так понимаю, его необходимо накачать воздухом вначале. Ну, в общем, я их немножко так опрыскала. Они сразу, знаете, такой аромат интересный, зелени какой-то пошел, знаете, немножко воды попало на листья, на плоды, сразу приятный аромат. В общем, такие интересные ощущения, когда ты ухаживаешь за растениями. У нас их как-то не было такого, Саша, опыта, очень-очень классно, приятно, что ты на своем балконе ухаживаешь за своим растением, очень такие, знаете, как сказать, приятные чувства, да, какая-то ответственность. Вот такие вот, они, конечно, яркие, красивые, еще можно лимонов будет докупить как-нибудь. Возможно, мы с вами, ребят, съездим в Монс, вот там это предприятие, которое занимается выращиванием этих шикарных деревьев, они находятся в Монсе. И я думаю, пишите, за вы или нет, я думаю, все за, чтобы мы туда съездили и тоже еще посмотрели, что там интересненького продают. И теперь пришел момент вернуть эти подушки на свое законное место, на террасу. Давайте, ребят, этим займемся. Пока все, наверное, на диван. Будем брать по одной. Кстати, нам еще приедет накидка, нам приедет накидка, значит, на эту мебель скоро, возможно, в этом влоге, если я еще вам покажу, мы заказали, в случае, если дождь идет какой-то, знаете, непогода, мы сможем накрыть эти два кресла, этот стол, одна общая большая накидка, такая на метр восемьдесят, на метр восемьдесят, по-моему, все, если дождь, непогода, раз, закрыл, и чтобы не тягать, знаете, туда-назад эти подушки. Подушки и так далее, все будет стоять здесь, и будет случай, чего накрыто чехлами. Ну, вот так вот, да. И это у нас второй, такое, вторая подушечка, чтобы облокачиваться. Ну, как-то так. Теперь необходимо протереть еще и стол, потому что он здесь припылен, и спасибо тем, кто писал советы, что, чем его покрыть и так далее, возможно, мы подумаем, мы подумаем, чем его можно было бы покрыть. Ну, так, не сильно прям грязная тряпка, но, тем не менее, я думаю, это надо делать периодически, протирать его, потому что следить, да, чтобы совсем не покрылся грязью. Все, ребята, все вымыто, вычищено. А, еще баки осталось протереть, и, в общем, сейчас будем удобрять, мы с Сашей уже вместе это будем делать. Здесь 25 ложек, как по инструкции, на наш объем горшка, у нас большой объем, здесь 25 ложек удобрения. Удобрять необходимо раз в три месяца эти деревья, то есть сейчас начало марта, будем в следующий раз удобрять в начале июня. И мы сейчас должны смешать землей, да, немножко взять земли, возьмем немножко земли, перемешаем и польем. Поливать нам сказали, что летом необходимо два раза в неделю, в другие времена года раз в неделю достаточно. Если вода выходит в поддон, то ее необходимо слить, а воду ни в коем случае сказали не оставлять в поддоне, это очень плохо для этих деревьев. Научили бы себя жить, обсуждаем некоторые комментарии. Такие умные, такие бедные. Такие умные, такие бедные? Ну да, некоторые умничают, конечно, под видео, под моими. Ну что делать? Это интернет, от этого не скрыться. Я под запись, да? Я под запись, но нас учат, а мы людей поучим, а что, нас только учить, правильно? Это же должно быть как взаимовыгодное сотрудничество. Учат тебя, учишь ты. Обижают тебя, обижаешь ты. Все должно возвращаться. Реакция должна быть соответствующей действию. Ну что, в добрый путь, как говорится. Пока начнем с одного ковшика, необходимо купить лейку. Еще этого нам не хватает. Брызгалку мы купили, пульверизатор этот. Еще был второй? Ну да. Второй, да, должен был? Ну да. Здесь просто, понимаешь, садоводство, это тебе не только удовольствие, это еще и работа. Ты подписался на это, все, теперь будешь работать. Работать на эти деревья. Ну все, теперь точно все. Мы закончили официально, все. Протерли стол, горшки, удобрили, полили. Я даже сейчас протерла вот эти вот все. Пилила, они были черненькие, знаете, такие припыленные. Тут тоже кресло протерли, крышки баков протерли. Кстати, вот, ребята, кто, я не знаю, как здесь вообще на террасе пылесосить? В идеале тут же может быть какой-то мусор, как здесь вот все это прибирать? Не знаю, тут такие плиты. Можно ли здесь пылесосить? Не испортится ли пылесос наш Dyson? Как-то не хотелось бы его портить, да? Только сразу после покупки. Вообще, как здесь быть? Или просто обычная тряпка необходимо мыть руками. В общем, посоветуйте у кого, кто как прибирается на балконе в плане какой-то влажной уборки и сухой. Ну все, хватит. Хватит рабского труда на этой террасе. Закрываем. Сегодня достаточно. Удачный пылесос. Пылесос. Воседи. Продолжение следует... Хочу показать вам быстренько нашу закупку. Это, конечно, не на неделю, это на полнедели, скорее всего. Мы готовимся к новоселью. Начинаем потихонечку готовиться. К нам придут друзья 12 марта. Это будет воскресенье. В общем, не все сразу покупаем, но так, понемногу. Значит, на новоселье взяли две упаковки конфет. Ферреро Роше и Рафаэлло. Значит, здесь две бутылочки Просекко. Это вино Пинот Бианко. Здесь уже не для новоселья, это для нас. Сегодня будем запекать штрудель. Он уже готовый. Просто запечь на полчаса в духовку. Взяли бутылку молока такого жирного. Будем со штруделем. Все это вместе на десерт. Далее яйца. Далее петрушка, которую мы нарежем и заморозим. Что у нас здесь? Авокадо на завтрак. Рукола для салата. Здесь груши. Они должны еще доспеть. Здесь яблоки уже спелые. Можно кушать. Апельсины берем. Здесь у нас это спек и рыбка. Это тоже для завтрака. Морковка. Что у нас? Кефир. Полезный для кишечника. Мы часто покупаем его. Здесь у нас фарш, если я не ошибаюсь. Да, мы будем делать голубцы. И будем делать это, ребят, вместе с вами. Скорее всего, это для меня ягоды голубика. Вес у нас что? А это на сегодня будем мясо жарить. Помидоры. Две упаковки. У нас еще одна есть. Филадельфия на завтрак. Это такой вот соус ПС-100. Сами мы его не делаем. Не паримся. Покупаем. Вот это вот хороший бренд. Нам нравится. В идеале, конечно, самим делать. Ну, возможно, мы придем к этому этапу жизненному. Когда там снова кефир. И здесь помидоры и лимоны. Ну, все, ребят. Такая вот закупочка у нас вышла на 113 евро 50 копеек. Обещаю вам снять видео из супермаркета. Я помню. Но необходимо купить микрофон, чтобы был хороший звук. Потому что в супермаркете всегда очень шумно. Чтобы вы меня слышали и получилось видео нормального качества, необходим микрофон. На него необходимо разориться, купить его. Вот. Надеюсь, в ближайшее время я это сделаю. И запишу вам апдейт цены на итальянские продукты в 2023 году. И обзор продуктов вообще, которые попробуют в супермаркете. Кстати, наш гриль, который, я помню, мы с вами вместе выбирали. Де Лонге. Он здесь хорошо встал. Вот на этой секции. Как раз есть окно, куда может выходить какие-то запахи. Дым на кухне. Это удобно. Открываем и проветриваем, когда что-то готовим. Можно здесь, конечно, решеткой закрывать. Но мы не всегда это делаем. В общем, у нас на ужин будет мясо. И сейчас будем делать еще салат. Музыка. 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 Продолжение следует... И обязательно, ребята, сок лимона и масло, да, еще масло добавим Такое вот маслечко, олео экстра верджины Вот такой будет мой ужин, друзья, салат и кусочек мяса А потом будет на десерт еще штрудель Ребята, доброе утро всем Сегодня у нас суббота, 9.30 утра и мы направляемся в Милан Направляемся в Милан на новую выставку На которой мы еще никогда не были Она проходит тоже каждый год Эта выставка проводится на той же Виленеке До этого мы с вами были на выставке цитрусов Как вы помните, там мы купили два дерева на нашей террасе Два кулфата Сегодня выставка проводится там Но уже она посвящена не цитрусовым А она посвящена другим различным цветам Растениям для сада, для дома В общем, да, идем первый раз Потому будет интересно сходить, посмотреть, что там Будет, надеюсь, будет разливать кофе Потому что мы не завтракали Мы не завтракали Потому что с удовольствием, если будет бесплатный кофе Мы воспользуемся этой возможностью Кстати, сейчас мы находимся в районе В районе нашего бывшего дома И здесь достаточно шумно Мне, кстати, задавали вопрос Юля, как вам на новом месте? Более тихо или нет? Я вам скажу, что значительно тише Но не идеально Ребята, перемещаемся с вами на виллу На выставку Софьи и Дю Примавера Здесь расцелили вот такие вот потрясающие Мне кажется, это камелия Я не знаю, что это Возможно, не камелия Но это очень-очень красиво Прям вообще красота И здесь у нас выставка, как я вам говорила Растений для сада, для дома Здесь вот горшки можно приобрести тоже Кому интересно Если не хотите обычный пластиковый горшок Можно такой купить Более понаряднее, да, чтобы было Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Мы здесь осматриваемся потихонечку В общем, посмотрите, как солнечно Сегодня 15 градусов тепла 15 градусов тепла Саша называет вилла Гуччи Потому что здесь снимали фильм Гуччи с Леди Гагой Можно почитать сейчас название Это 100% какие-то фиалки Вот эти вот какие-то цветочки мелкие тоже красивые Сейчас поближе подойдем Какие цены? Вот такой вот маленький горшочек стоит 6 евро Такой тоже 6 Можно тоже какие-то Но цены 7-6 Очень классно, что здесь подписано Это что? Оригану Кубану 8 евро Вот здесь тоже что-то 6 евро Но в принципе, знаете, цены такие доступные Вот красивые Посмотрите, какие О, это эти розы, которые продают Бывают, знаете, такие много-много лепестков у них Не помню, как называется Но очень круто Здесь сидел, я вижу Мята Что здесь? Манжаран Лавровый лист Розмарин То есть все такие травы, которые можно использовать в кулинарии Поставил, знаете, горшочек себе на кухне Когда готовишь, используешь О, лаванда 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 это красиво И очень классный запах Милота Два собачонка Смотрите Так стоит такой вот Здесь, я так понимаю, деревья Вот розы Да, и другие разные цветы Но это для сада все-таки Это не для дома точно Для террасы, не знаю Тоже, конечно, под вопросом Я думаю, это больше для сада У кого свой дом Здесь вот тоже разные Так, у нас, конечно, квартира Для нас не вариант А это магнолия Ну, не факт, да, что она здесь продается Возможно, нет Нет ценника Да, можно купить Ну, да, можно купить у кого свой сад Деревья магнолия Или, возможно, ее тоже можно выращивать Я не знаю На террасе На балконе Как вариант Многие такое ощущение Знаешь, здесь приходят Покушать Посидеть возле бассейна Да, позагорать Возле бассейна Провести время Мне кажется, я не сказала вам Вход стоит 7 евро Билет И проходит Вот два дня всего Это мероприятие Это выставка Монстра Мерката 4-5 марта Сегодня четвертое Что здесь Здесь уже более комнатные растения Вот здесь продают камелия Я так понимаю, это точно камелия Да, камелия антики Вот здесь прямо написано И здесь указано на карточке Все наши растения Чтобы их ставить на улице На балконе, в саду Они не боятся холода Вот такое можно купить Еще Третий нам Пока хватит? У нас двое есть Это камелия Такая вот маленькая 20 евро Видишь, уже с бутончиками Уже роза Стоимость вот такого одного Кремула Беллорина Цвет априкот 8 евро Здесь есть разных цветов Мне, знаете, ребята, какой нравится Вот этот вот такой Фиолетово-синелиловый Красивый Мастер-класс Кстати, ребят, на Монте Наполеона в модном квадрате есть бутик Ralph Lauren и здесь есть, я еще никогда не была, но необходимо будет как-то зайти. Во-первых, здесь есть кафе и сразу вы можете сделать шоппинг и посидеть в кафе. И у них очень красивые витрины, уже все, знаете, в такой тематике весны. Ребят, хотела пару слов сказать за квартиру. Меня спрашивали в комментариях, что Юля, вот вы показываете все, вы все расскажите о ваших каких-либо эмоциях, нравится или не нравится, какие плюсы еще дополнительно обнаружили для себя или, возможно, минусы. Скажу сразу, минусов никаких особо пока мы не замечаем. Возможно, они выявятся потом со временем. Мы пока не так долго здесь живем, всего месяц, мы заехали первое февраля. Потом минусов как бы выявлено, пока и замечено не было. Пока только плюсы. Хочу сказать сразу, что квартира, как я уже говорила сегодня, намного тише нашего предыдущего жилья. То есть нам это нравится. Изначально это жилье, когда мы ее смотрели, она нам сразу подходила по всем параметрам. А такой пять лет назад мы буквально еще с Сашей не мечтали, что мы можем такую себе купить квартиру. Она нам подходила по этажности. Дом относительно новой постройки. Небольшая этажность, по-моему, четыре этажа всего. У нас и не последний, и не первый этаж, что тоже нам очень нравилось. Автономное отопление. Не нужно было делать ремонт. То есть относительно свежий ремонт. Максимум, как вы видели, мы покрасили только стены такой косметические, да, и все. Освежили стены. В общем, да, тихий район, спокойный. При этом он не находится где-то далеко на окраине города. Все равно это центр города. Но не как мы жили раньше, что практически на площади, где проезжали автомобили. Супер громкие мотоциклы. Вот. Ну, это, конечно, да, не Милан. Это Виджевана. Милан пока, как я уже говорила, не тянем еще денежно, чтобы покупать квартиры в Милане. Но и то хорошо, да, что взяли Виджевана на данный момент. Вот. Потом вот такие эмоции. Мы супер довольны. Все нам нравится. Мы обустраиваемся. И сейчас, кстати, идем с вами в Виллерой и Бог смотреть посуду. Так что пойдемте. Виллерой и Бог. Давайте зайдем и посмотрим. Нам необходимы кое-какие тарелки, возможно, бокалы, какая-то посуда. Мы решили, что возьмем. Сейчас немножко прошлись, посмотрели. Вот таких вот четыре тарелочки. Здесь можно крем-суп насыпать и можно здесь пасту, да, для пасты их тоже использовать. Здесь есть некоторые товары по скидкам промоциона. Кстати, я сегодня, знаете, в цвет вот с этими тарелками. И возьмем еще две вот таких вот мисочки для чего-то. Они нам пригодятся сто процентов. Плюс у нас все с гостей придут. Будем какие-то чипсы насыпать, орешки, что-нибудь. Под вопросом еще вот такие. Возможно, необходимо было бы взять более еще маленького формата. Но пока остановимся на этих более крупного формата. Ну и здесь, конечно, красота, красота. Много разной посуды. Классная новая коллекция. Смотрите, да? Какой цвет шикарный тоже. Красивые тарелки. Мне нравится, мы выбирали, когда мы смотрели вот этот вариант для пасты. Но она матовая. У нас вся остальная посуда от Велерой Бог, которая у нас вот ту, которую я вам показала, та коллекция, да? А здесь, видите, немножко другая. Шесть тарелок запаковали в такой большой пакет. Зачем, да? Да нет. Упаковки-то больше, чем сами тарелки, слушай. Нет? Да? Ну ладно. Будем таскаться сейчас с этим. Ребята, мы вернулись домой с покупками кое-какими из Зары Home и из Велероя. Итак, у нас из Зары два пакета. Начнем с первого. Я знаю, что здесь. Здесь, друзья, это ваза. Ваза, которая будет идти, понятное дело, для цветов. Но когда цветов нет, то она будет являться декорацией. Здесь украшением, декором для нашей квартиры. Вот такая вот большая красивая ваза. Так что Саше придется дарить мне теперь много больших красивых букетов. Потому что ваза здесь, понимаете, три цветочка не подаришь, как говорится. Вот такая вот красивого цвета нам подходит под стиль нашего жилья. Такой приятный, белый, кремовый. Наверное, кремовый правильно назвать. Кремовый белый с бежевым смешанным. Если что-то видно, я не вижу, что я с собой снимаю. Ну, вы поняли, да? Стиль за орехом. Такая вот красивая ваза в форме даже горшка, я бы сказала. Ну, в общем, отставляем это. Поехали дальше. У нас в этом пакете есть одна такая вот упаковка. Могу догадаться, что здесь какие-то или бокалы, или стаканы для воды, для сока. Потому что мы взяли и то, и другое. В общем, это выглядит так. Я не хочу перевернуть. Это четыре бокала для воды, баночка для семян. Потому что мы хотим семена, которые мы добавляем в наши салаты, которые мы часто едим. Чтобы тоже был отдельный континетор такой. И такие два заварника. Очень интересные. Они нам понравились. Нам показались они удобные в использовании, что они нам подойдут. Это вот два таких заварника. И классная тема, что просто одним нажатием вот так вот кнопки ты можешь открыть, засыпать и закрыть. И точно также потом быстро выбросить уже заварку использованную. Дальше это к нашему набору баночек. Я показывала в предыдущих блогах, что нового в Zara Home. У меня есть видео, если его не видели, с распаковкой. Там было много разных покупок наших из Zara. И я делала распаковку в этом видео. Посмотрите его. Я добавлю подсказку. Нам вот не хватало такой баночки. Сюда мы, как я сказала, будем засыпать семена тыквы. Потому что мы их добавляем в наши салаты, которые мы едим. Ну да, такой же стиль. Мы все их покупаем одинаковыми. Просто разных размеров. Чуть больше, чуть меньше. Мы засыпаем сюда крупы, различные каши. И для нас это удобно. Конечно, кто-то писал, что верните их обратно. Это опасно. Стекло в доме. Это неудобно. Но, ребята, если мы берем это, значит, мы уже продумали эту покупку. Мы не делаем спонтанных покупок. У нас все продумано. И, значит, для нас это удобно и нам нравится. Вот потому. И потом здесь у нас, как вы поняли, 4 таких вот бокала. Это бокалы. Ну, это, наверное, не бокалы. Да, это стаканы. Стаканы для воды, для сока. Один стоил 4 евро. В принципе, достаточно бюджетная цена, доступная. И мы взяли таких 4 штуки. Мы думали взять 6, но решили взять 4. В принципе, потом, если что, можно докупить. Всегда будет. Мы взяли 6 бокалов. Я вам сейчас покажу, где мы выбрали. Здесь что-то еще. А, там еще кое-что тоже из посуды. В общем-то, мы взяли 6 бокалов. Потому что, во-первых, мы ждем гостей, как я вам говорила, уже на новоселье. Придут к нам друзья. А у нас было всего, Саша, до этого всего лишь 2 бокала. Потому как это не комильфо. В общем, гостям разливать напитки в пластиковые стаканы. Поэтому, вот, решили купить себе такой набор. Простые. Белые. Ну, стекло прозрачное. Да, никакое не цветное. Классические такие бокалы. Они в заре есть разных форм. Побольше, поменьше. Мы взяли такой вот средний вариант. В принципе, в общем, я думаю, для вина они нам подойдут. Мы с Сашей, в принципе, дома пьем очень редко, не часто. Ну, вот, для гостей, когда гости какие-то, чтобы у всех просто были одинаковые бокалы. И нормальная посуда, чтобы это не было в разнобой. Значит, мы взяли, так как я вам сказала, у нас тут гости. И в том числе нам тоже необходимо было этот вариант посуды. Это три вот таких небольших миски. Каждая из них стоила 6,99-7 евро. Для чего? Во-первых, в том числе в них удобно будет насыпать оливки. Будем с вами делать аперитив. Я, наверное, это делать все засниму. Насыпать оливки, какие-то соусы, да, тоже для аперитива. Потому нам такая посуда была очень нужна. Она нам реально была нужна. Ну, в общем, они вот такого вот приятного молочного цвета, эти мисочки, да. Достаточно глубокие, то есть можно насыпать какие-то орешки. Для чипсов, конечно, они не подойдут, они маленькие. Допустим, орешки, какие-то маленькие сухарики, оливки, какой-то соус. Мы взяли вот таких три. Посмотрим, если потом понадобится, еще докупим. Предлагаю, ребят, распаковать теперь пакет из Велероя. Здесь, как вы видели, мы взяли две миски и мы взяли четыре тарелки. Эти тарелки мы планируем использовать для крем-супов и для пасты. Вот так вот это все дело выглядит. Мы где-то не запаковали эти четыре тарелки здесь в одной картонной упаковке. Давайте достанем. Ну, здесь сразу сверху. В общем, такая вот красота. Молочного тоже такого цвета. У нас вся остальная посуда тоже в таких оттенках от Велероя. В общем, шикарная тарелка. Премиум порчелан. Made in Germany. Сделана в Германии. В общем, очень красивая. Такие линии, знаете, пасту сюда или крем-суп. Сверху сухарики. Такой вот комплект. В идеале, возможно, надо было шесть брать. Но, в общем, мы решили сэкономить. Пока взять четыре. Потом, если что, еще докупим. Вот такие вот четыре тарелочки. И здесь вот такая вот, скажем так, тарелка. Будем назвать это тарелкой. Тоже такого же цвета она. В принципе, я смотрю, да, с нее можно. Она супер многофункциональна. Потому что она достаточно глубокая. Как видите, мороженое, суп тоже можно. В общем, перекладывать что-то из кастрюли. Какая-то еда, которая осталась. И вторая такая же. В общем, их да, у нас две. Идеале тоже, наверное, четыре. Хотя бы, чтобы было четыре таких. Ну, если что, потом еще докупим. Потом, если что, еще докупим. Пока будет две. Вот так вот. Красивый тоже цвет. Они все в одном цвете. Такой молочный. В общем, все. Мы закончили, друзья, с вами с этой распаковкой. Вот наш комплект получился сегодняшний. И сейчас все это дело необходимо будет убрать. Разложить по своим местам. Кстати, возможно, зададитесь вопросом, что эти деревья делают здесь. Два наших кумквата. Так вот, изменился прогноз погоды. И поставили один градус. Будет ночью, воскресенье. Потому мы их занесли, чтобы не рисковать. Потому что, когда эти деревья два градуса ниже, необходимо их накрывать тепла. Вот. Потому с понедельника мы их снова выставим. Уже будет ночью стабильно. Будет плюс пять ночью. Потому мы тогда уже не отправиться окончательно на террасу. Пока еще два дня постоят здесь. Потому что мы не купили на них накидки. Вы поняли, да? Что будет сейчас происходить? Это капуста уже отваренная. Уже, для понятия, практически одиннадцать часов ночи. Без десяти. Одиннадцать. И мы сейчас только начнем готовить. Это рис. Мы начнем готовить голубцы. Снимать, наверное, не буду. Возможно, покажу конечный результат. Потом, во сколько мы закончим. Не знаю, в час ночи. Процесс идет. Лук нарезан. Капуста. Здесь у нас, значит, Саша. Здесь на свои развлечения. Свои развлечения. На ночные, да? Ну, короче. Хорошая морковка. Хорошая морковка. Короче, я говорила, что одиннадцать ночи мы только начинаем голубцы делать. А мы только разогреваемся. Хорошая морковка. Ну, вообще. Так мы закончим. Я не знаю во сколько. В час ночи минимум. Но их же долго готовить. Это же блюдо такое. Достаточно сложное. Потом их надо заворачивать. Это еще пожарить. Потом они завернуть их. Они еще потушить их надо будет. Короче. Я даже не знаю, насколько это была хорошая идея, но ладно, уже обратной дороги нет.